На берегу реки Лены в Ленске провели шаманский обряд. Для Якутии, где шаманизм, это этническая культура, такое явление естественно. Только вот в Ленске обряд совершался впервые. Для чего и кто провел обряд, выясняли корреспонденты телерадиокомпании «Алмазный край». Природа разозлилась на людей за неправильное поведение и теперь неблаговолит им, даже мстит. Это мнение высказали гости Ленска, потомственные шаманы из Горного Алтая. Известные за пределами страны Вячеслав Челтуев и Алексей Юнов приехали по приглашению друзей. И только по им известным причинам сделали вывод. Недовольство реки столь велико, что надо провести специальный обряд и обратиться за помощью к духам природы. Мы с природой связаны, мать земля кормит, вот эти река Лена, все кормится на этих, ездят куда-то на работу, куда-то в командировку. Много людей ездят на рыбалку и детей много раз здесь летом купаются. Они не знают, когда растающая луна, когда полонурник. Вот эти все соблюдать надо. Сам обряд представляет собой цепочку действий. Сначала шаманы получают благословение духов на проведение церемонии, омывают молоком украшенную выдру, внутри которой лежит снедь, можжевельник и камень. Задабривают огонь, преподнося ему молочные продукты, масло и творог. Кульминация обряда происходит на середине Лены, где в воду опускается золотая выдра для духа реки. Мы когда со своими духами вызываем, своими духами работаем по всему верхнему миру, среднему, нижнему миру, чтобы на земле эта природа была, чтобы спокойнее был. Здесь народу все спокойнее жил, чтобы без беды угощения делаем сначала, просим. Мы работаем для народа. По мнению шамана, осень для обряда самое время. Зимой природа спит и тревожить ее нельзя. А вообще его надо провести три раза в году, чтобы получить благословение духов. Это мнение, как и сам обряд, можно отрицать, можно принять к сведению. Но нельзя забывать, что в Якутии издревле верят в духов огня, воды, земли. И верят шаманам. Для коренных народов это избранные люди, посвященные в тайны природы. И многое из того, что они говорят, истина.